Футболисты были любимы и обласканы властями во все времена, но, пожалуй, так, как любили футболистов этого поколения, не любили никого. И было за что. Прекрасно играли, впервые стали олимпийскими чемпионами. Победителей встречала вся страна. На паровозе был написан результат, по-моему, 37 золотых медалей. Первый вагон был команда футболистов, за ними вагон ресторан, и следующий были олимпийские чемпионы всякие разные. И, естественно, нас встречали на каждом полустанке, не говоря, что на приличной станции. И дед, вы знаете, вот у меня до сих пор, уже сколько лет прошло после Олимпийских игр, и он пришел посмотреть специально Яшина, Стрельцова, Иванова. Стрельцов был одним из самых молодых во всей спортивной делегации Советского Союза. Пройти сквозь такое испытание славы 19-летнему парню, родшему без отца в рабочей среде, совсем недавно игравшему за завод Фрезер, а теперь олимпийскому чемпиону и лучшему нападающему сборной СССР, было непросто. Кстати, привычка отмечать забитый гол, победу или поражение появилась у него еще в заводской команде. Отказать товарищем не мог, тем более старшим, всегда был застенчив, а иногда слишком мягок. Он сумасшедший, талантливый, очень обаятельный, очень красивый и настолько же слабый парень. В чем? Он не может отказать поклонников, болельщиков, болельщиц, этих партнерш, этих девчонок, которые, в общем, сами понимаете, готовы льнуть к нему. Его любой мог пригласить, увезти, попить с ним. Вы понимаете, каждый считал, это же, ну, я не знаю, за честь или вообще потом, чтобы сидеть на трибунах и по-другому я не могу сказать, как хлистаться, а я сам был с Эдиком Стрельцовым. То, что футболисты выпивали, знали все, хотя вслух об этом не говорилось. Советскому человеку официально пить не полагалось, но русские люди всегда любили крепко выпить. Спортивность среди это еще считалось своеобразным расслаблением, снятием стресса. Заканчивалась игра, мы обязательно вместе все уходили куда-нибудь, куда-нибудь отдыхать. Отдыхать это по-русски, я вам искренне скажу. Мы рождены в России, и мужчина, по-моему, без рюмочки не представляет никакого отдыха. А они денежные ребята. У них этого вопроса не стояло. Они были на виду. Они легко угощали, легко расставались с этими деньгами, естественно, легко напивались. Впоследствии посидел их с женами, подругами, и без них бывали разными. Иногда по русской традиции дрались, иногда просыпались неизвестно где и не могли вспомнить, как там оказались. А иногда опаздывали и на поезд. Такое ЧП произошло в ноябре 1957-го, когда сборная отправлялась на отборочный матч чемпионата мира в Лейпциг. Иванов и Стрельцов опоздали на вокзал. Неимоверными усилиями удалось догнать поезд, который по распоряжению министра путей сообщения притормозил Можайский. Стрельцов тогда взял всю вину на себя, а в Лейпциге забил свой обязательный гол. Команда попала на чемпионат мира в Швецию, и про эту историю в общей радости все сразу забыли. На чемпионат мира сборная СССР уехала без своего лучшего нападающего и двух ведущих игроков. В Швеции восхождение Стрельцова на свободный в то время трон короля футбола не произошло. Вместо него это сделал 16-летний бразилец Эдсон Арантез Донасементу Пеле. Стрельцов был поэтом в футболе, а поэт в России, как известно, больше, чем поэт. Но поэт это еще и судьба. А великий поэт чаще всего судьба трагическая. Те, кто видели Стрельцова на футбольном поле, считали его великим футболистом. Именно поэтому болельщики в 58-м году ждали восхода новой звезды на небосклоне мирового футбола. Не произошло ни судьба. Когда мы прилетели в Гетеборг, в это время приземлился самолет из Германии, на котором переехала сборная ФРГ. И у них был такой левый крайний Эмерих. Он подходит ко мне и говорит, док, а где ваш этот центральный нападающий, молодой парень? Я говорю, что его не будет. Он говорит, у меня что, кранг, значит, больной. Я говорю, нет, по другим причинам его не будет. Он говорит, для нас это очень хорошо. Его боялись. Немцам бояться Стрельцова было незачем. Впрочем, как и шведам и бразильцам, бояться в то время нужно было ему самому. Ведь вместо участия в первенстве мира, Эдик знакомился с жизнью следственного изолятора, с его обитателями. А условия и законы тюремной жизни Голеох как не похожи на ту, к которой привык знаменитый нападающий и любимец болельщиков всей страны. По исследованиям историка футбола Акселя Варданяна, отношение к Стрельцову со стороны властей вдруг круто меняется. До происшествия в Одессе ему прощали все. В Одессе Стрельцов вступился за Иванова, которого нещадно били противники. Вполне обычное явление для футбола. Стрельцова же после этой игры буквально травили. Сначала заметка в советском спорте, потом письма трудящихся, крики зажрался. Секция футбола СССР лишила Стрельцова звания заслуженного мастера спорта, вынесла строгий выговор и дисквалифицировала на три игры. Правда, вскоре свое решение отменила. Но с той поры Стрельцову ничего уже не прощали. Вопрос, кто дал команду травить Стрельцова и почему, остается открытым и сегодня. Когда мы с ним вот уже так близко подружились, он говорит, я сидел не за себя. А я, говорит, вообще не виноват. Вокруг ареста Стрельцова тут же начали слагаться легенды. Рассказывали про несовершеннолетнюю дочь какого-то посла, говорили о ярости Хрущева, о месте Стрельцова со стороны министра культуры Екатерины Фурцевой. Якобы что-то произошло на приеме в Кремле. Есть такое мнение, что Фурцева обижалась на то, что Стрельцов отказался знакомиться с дочерью Фурцевой, Светланой. Но я с ней разговаривал, она говорит, такого не было. Из материалов дела мы поняли, что только те события, которые происходили на водохранилище и во дворе дачи, все участники описывают одинаково. Однако с того момента, когда Стрельцов и Мариана стали подниматься по лестнице, показания свидетелей становятся разноречивыми. Стрельцов считает, что они поднялись в комнату спокойно, а Мариана утверждает, что он ее туда затащил силой. В объяснении он написал, когда пошли спать, то будучи выпившей, я стала ее раздевать. Она не давалась, поцарапала мне щеку и укусила за палец. Я ее за это ударил. Что происходило дальше, показывают свидетели. Инна. Услышав крик, я сначала растерялась, а потом решила, что она сама пошла со Стрельцовым. Целый день была с ним, ела с его вилки, ходила в его пиджаке. Сама села к нему на колени. Огоньков в показаниях тоже говорит, что слышал крик, но не считал возможным вмешиваться, он так и сказал одной из девушек. Это не наше дело. Ирина. Я никакого крика не слышала. Войдя в комнату, я сказала Караханову, что со Стрельцовым кто-то лежит на кровати. Мы легли в этой же комнате на полу. И тут я увидела, что Стрельцов с Лепедевым выполняют половой акт. Уточняю, это было уже во второй раз. А в первый раз я заметила это, будучи на террасе. Я не заметила никакого сопротивления со стороны Марианны. С человеком, которого вы сейчас увидите, до нас не беседовал ни один журналист. Пришел я на дежурство, на работу. Звонок раздался. С отдела говорят, что у нас есть потерпевшие. Дал указание, посылайте ее ко мне, будем разбираться. Приехала вместе с матерью. Эта девочка начала рассказывать, где-то на рассвете. С Стрельцов стал к ней приставать. Она говорит, я категорически оказалась. Он мне нанес удар в лицо. Я вроде того, что была в шоковом состоянии. Он меня изнасиловал. Я закричала. Потом вышла где-то в 4 часа утра. А как она была? В 4 часа утра. И с правды через завет Ильича напрямую пешком направилась к Пушкину. Она пришла домой, вся в синяках, в подтеке. Мать спрашивает, где, что получилось. Вот она ей рассказала. Она говорит, что я вроде и не хотела заявлять в органы милиции. Но мать настояла. Там же было написано это заявление. 25 мая 1958 года на даче, которая находится в поселке Правда напротив школы, я была изнасилована Стрельцовым Эдуардом. Прошу привлечь его к ответственности. Пришел Строганов, был начальником отдела, полковник. Я ему доложил. Он говорит, никаких мер не принимай. Будем докладывать в управление. В то время был замначальником управления, исполняющий обязанности Дворецкий Василий Федорович. Ну, он, значит, тот тоже в растерии, дескать, футболист. Идет подготовка на чемпионат мира. Будем звонить и договариваться с обкомом партии. Звонит в обком партии к Натопу. Василий Иванович был секторем обкома. Тот говорит, нет, я решать эти вопросы не буду. Надо звонить в ЦК. Стали звонить в ЦК, и с ЦК комитета партии дали указание принять меры по закону. О том, как арестовывали его друзей, мы уже слышали от Валентина Иванова. Сейчас у нас есть возможность узнать эту историю из первых рук. Мы знаем, что спортсмены, народ горячий. Я поехал, как говорят, не один, а с оперативными работниками. Прежде чем решать эти вопросы, задерживать их, мы согласовали с администрацией клуба. Нам они ничего положить не хотят. Если не надо, пожалуйста, забирайте. Мы пригласили их, ребята вот так и так. Никаких сопротивлений. Мы все готовы, поехали. С этого момента для Эдуарда Стрельцова начинается совершенно другая жизнь. Вместо переполненных стадионов, зарубежных поездок и веселых посиделок, одинаковые камеры в разных следственных изоляторах, общество уголовников и допросы, допросы, допросы. У истоков следствия по этому делу стоял лично Роман Андреевич Рубенко, наш генеральный прокурор, который вызвал своего работника Миронову и поручил ей заниматься этим делом вместе с областной прокуратурой. Полковник юстиции, заслуженный юрист России Андрей Сухомлинов, внимательно изучал дело по просьбе Российского футбольного союза. Искали неточности, зацепки, пытались обжаловать и изменить приговор.